Здравствуйте, дорогие подписчики Кактус-Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор Кактус-Медиа. Лето – это время, когда дети находятся на каникулах, но это также время, когда нужно готовиться к новому учебному году. Поэтому мы с вами продолжаем говорить об образовании. Сегодня мы говорим об инклюзивной его части. И наш собеседник, глава частной школы «Эпсилон» Азамат Дикамбаев. Здравствуйте, Азамат. Добрый день. Давайте для начала объясним, что такое инклюзивное образование. Сложный вопрос, но расскажу о собственном понимании инклюзивного образования. Это система образования, которая предусматривает возможность интеграции детей с особенными нуждами в сфере образования, с учетом их потребностей и тонкой настройки образовательных инструментов, механизмов, среды под их нужды. Инклюзивное образование, термин «инклюзивное образование» давно интегрирован, включен в законодательство Кыргызской Республики. Однако этот термин, на мой взгляд, остается всего лишь термином. Вот на Ваш взгляд, как обстоят дела с инклюзивным образованием в Кыргызстане в целом? Действительно, в 2019 году страна взяла множество обязательств перед международным сообществом с точки зрения инклюзивного образования. Были приняты соответствующие нормативно-правовые решения. Но практика показывает, что взятые обязательства и реальная ситуация, они достаточно пока большой разрыв. Я объясню свою позицию с точки зрения нескольких слоев. Первый слой – это так называемый инфраструктурный слой. То есть, безусловно, необходимы какие-то решения с точки зрения организации пространства, с точки зрения организации архитектуры. Внутри учебных заведений должны быть пространственные решения для детей, которые с особыми нуждами. Это вот первое. Сразу хочу оговориться, что инклюзивное образование не предусматривает не только учет интересов детей с опорно-двигательной системой. То есть, потребности в специальном образовании гораздо шире, чем просто вопрос физической инфраструктуры. Второй момент, с точки зрения, почему я считаю, что существует достаточно серьезный рыв. Переполненный, достаточно сложно подобрать механизмы, чтобы удовлетворить потребности каждого ребенка. Кроме того, в настоящее время пока отсутствуют учебно-методические комплексы с точки зрения, чтобы школы могли точечно и целенаправленно удовлетворять потребности таких детей. Следующий момент, почему, на мой взгляд, существует разрыв, это, конечно, неготовность преподавательского состава. Потому что, конечно, при поддержке международного сообщества, партнеров по развитию, организовываются постоянно какие-то курсы, семинары с точки зрения, для того, чтобы передать навыки и знания нашим педагогам с точки зрения работы инклюзивного образования. Но проблема гораздо шире. Я сейчас статистику приведу о том, что только, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2019 году последняя официальная статистика была. То есть в Казахстане существовало 18 школ, которые целенаправленно работали по инклюзивному образованию. Но увеличение количества детей, находящихся в 18 этих учреждениях, составило где-то 7,5% прирост. В то время как официальная статистика показывает о том, что прирост детей, которые нуждаются с особыми потребностями образования, прирост составил 35%. То есть представьте, какая разница. И сегодня, так скажем, в обществе прям чувствуется огромный наплыв потребностей для детей с особыми нуждами в образовании. Повторюсь, это вопрос не только дети с опорно-двигательной системой. Это есть отдельная категория детей, которые нуждаются в достаточно тонких ментальных образовательных подходах. Это дети, которые с психологическими потребностями, особыми психологическими потребностями. Вот про последнюю категорию я бы отдельно хотел, наверное, поднять вопрос. Вы представьте, статистика говорит о том, что, это официальная статистика ЮНИСЕФ, о том, что 11% детей в стране, это дети, у которых один из родителей находится в трудовой миграции. Если я не ошибаюсь, порядка сопоставима с этой цифрой, это дети, у которых оба родителя находятся в трудовой миграции. И по стране получается, что чуть ли не каждый пятый ребенок, он воспитывается фактически в неполной семье. И сейчас, работая в школе Эпсилон, я вижу, насколько должен быть особый подход к таким категориям детей. И говоря о следующем этапе составляющих инклюзивного образования, я бы хотел сказать о том, что существенный компонент в школах должен быть предусмотрен, связанный с психологической службой или с психологической поддержкой детей с особыми нуждами в образовании. И этот класс, на самом деле, он вообще даже, ну, как бы, только-только-только начинает появляться, как вот направление работы. Дело в том, что, допустим, в школу найти тяжело вообще хорошего психолога, а еще найти психолога, умеющего работать с детьми с особыми нуждами в образовании, ну, на сегодняшнем рынке это очень сложно сделать. Поэтому, говоря о том, что созданы вроде бы условия, законодательно созданы условия, а вот реальных механизмов, как сделать так, чтобы это все сработало в школах, у нас очень, как скажем, много пространства для развития. Вот смотрите, вы глава частной школы, и вы можете хотя бы постараться создать условия, однако здесь возникает еще одна проблема – ответственность. То есть брать ответственность за нормотипичного ребенка – это одно. Мамы детей с особыми нуждами очень часто говорят, что их не берут даже и в частные школы, потому что частные школы боятся той ответственности за ребенка, что их будут обижать другие дети. Как вот можно решить этот вопрос? Я думаю, что вопрос гораздо сложнее. Дело в том, что частные школы порой не берут не только потому, что боятся за ответственность. Мы боятся реакции других родителей. Это второй момент. Это боязнь реакции других родителей. Но я думаю, что здесь ключевой момент – отсутствие инструментов работы с детьми с особыми потребностями. То есть если и педагоги, и администрация, и психологическая служба готовы вовремя распознавать, находить индивидуальный подход каждому ребенку, в принципе, это ничего страшного нет. То есть есть множество организационных решений, как с этим можно работать. И без проблем настраивать систему таким образом, чтобы ребенок с особыми потребностями чувствовал себя комфортно. И при этом дети, которые со стандартными потребностями, они не чувствовали вот этой вот разницы. Из моего опыта прошлой школы – это вот школы «Газпром», когда у нас в рамках соглашения с мэрией города Бешкель была предусмотрена квота для детей с особенными потребностями. 5%? Да. Там, если я не ошибаюсь, то порядка 100 человек при мне обучалось по этой квоте. Интересный момент, что вот если говорить об интеграции детей в процесс обучения, то сложности были не с детьми, которые со стандартными потребностями, а наоборот. То есть эти дети, они достаточно быстро и, как скажем, открыто принимали детей с особыми потребностями. То есть сложнее было работать с детьми с этими потребностями и где-то им находить вот этот психологический подход, чтобы они себя чувствовали комфортно. То есть при всей вот этой вот стигме, то, что общество не принимает детей с особыми потребностями, на практике оказалось, на моей практике оказалось наоборот. То есть надо было работать с детьми с особыми потребностями, чтобы их максимально комфортнее интегрировать в обычную среду. Работать с какой точки зрения? Чтобы они воспринимали коллектив или именно с педагогической? С точки зрения изменения их собственного восприятия, что они другие. То есть в обществе и очень часто даже в семьях формируется мышление о том, что ты особый, ты… То есть вот… Что тебя не примут. Что тебя не примут, что, возможно, агрессия, что там тебя обидят, что тебе все что-то должны. То есть, понимаете, мы в обществе формируем на уровне мышления, формируем изначально особенности. Ах, вот так. Да. И чтобы вот ребенок чувствовал себя абсолютно нормально, комфортно, без всяких вот, как скажем, различий, на самом деле здесь нужна некоторая психологическая подготовка и работа со средой, безусловно. И как вы работали с детками? Вот сейчас у вас есть в вашей новой школе? В новой школе, да, есть дети, но в основном это дети, которые больше нуждаются в некоторых психологических и ментальных индивидуальном подходе. То есть… Вот давайте все-таки разграничим. Это дети вот с диагнозом, да, вот ментальным, или это дети так, то, что раньше называлось педагогическая запущенность? Нет, нет, это и дети с диагнозом. С диагнозом. Здесь тоже вот интересный момент, который вы поднимаете. Дело в том, что и общество, и родители очень часто скрывают реальный диагноз детей, чтобы детей взяли в школу обычную. Но в ходе образовательного процесса, конечно, педагоги сразу очень часто выявляют, вычленяют, и потом начинается работа с родителями. Я практически уверен, что при более тонких настройках работы с детьми, что в большинстве случаев с детьми с особыми потребностями можно работать. Это в принципе несложно. То есть вопрос самое главное – желание самих школ, это раз. И во-вторых, это некоторый вот подбор инструментов, особенно психологических инструментов. И на втором этапе – это, безусловно, обучение педагогов, чтобы они умели тонко работать с каждым из детей. Родители. Да. Как детей с особыми потребностями, так и других детей. Приходилось ли и приходится ли работать с ними? Да, конечно, конечно. Здесь тоже вот нельзя как бы сразу всех родителей характеризовать одинаково. Есть родители, которые максимально пытаются от этой проблемы уйти, сказать, это не моя проблема, это вот… Есть родители, с которыми, наоборот, максимально идут на контакт, чтобы на более ранних этапах ребенку своему помочь, максимально его предоставить возможность полноценного стандартного обучения и интеграции в среду. Есть родители, которые даже достаточно агрессивно воспринимают некоторые вот комментарии, некоторые попытки помочь ребенку, вот, так скажем, удовлетворить его потребности. Вот, допустим, там в школе у нас достаточно много детей с повышенной гиперактивностью и отсутствием концентрации там внимания, да, допустим. И когда начинаешь более глубоко понимать, оказывается, многие вещи, они идут из раннего детства, очень часто даже это вопрос, извините, там, вот, вопрос медицины, это все, что связано с родами, да, допустим. И вот, когда начинаешь разбираться в каждом случае, если родитель тебя слышит, то на каждом этапе можно какие-то вот вспомогательные, корректирующие, направляющие вещи делать. И в нашей практике достаточно есть успешные случаи, когда вот и родители, и дети очень довольны. Вот я вас сейчас слушаю и понимаю, что я-то сама на самом деле училась в инклюзивном классе, потому что у нас был, я училась в 12-й школе, у нас был один мальчик с ДЦП, и девочка с синдромом Дауна даже. Так получилось, она приехала из другого города, ее просто не брали в 30-ю школу, она отпустила время. И я должна сказать, что, ну, в тот момент, да, учителя совсем не обладали необходимыми навыками. Вот вы отдельно работали с учителями, чтобы поднимать их квалификацию, чтобы они умели работать? Этот процесс, он на самом деле перманентный, то есть это невозможно, вот сегодня поработали, завтра, это каждый день нужно отрабатывать, каждый день разговаривать с педагогами. Вот у меня недавно, сколько, месяца два назад случай был, привели ребенка, педагоги пытались отказаться от него, говорят, что с ребенком сложно работать. Я вот про это и говорю. Я их убедил о том, что вопрос не в ребенке. Понятно, что ребенок имеет некоторые особые потребности. Принципиально вопрос, а что мы можем этому ребенку предложить? То есть, насколько мы полноценно сделали диагностику этого ребенка? Что мы ему можем с точки зрения психологической поддержки оказать? Что мы ему можем оказать, вернее, как мы можем скорректировать образовательную программу для него? То есть, инклюзивное образование, оно предполагает дополнительную нагрузку на школы, на администрацию и на преподавательский состав. Конечно, не все педагоги заинтересованы. Что греха таить, очень часто большинство школ пытаются заниматься отбором лучших детей в школу. То есть, всегда проще, я вот коллегам всегда говорю о том, что всегда проще работать с лучшими. Но давайте научимся работать с не отобранными детьми, а работать с теми людьми, которых мы можем четко диагностировать, которым мы можем какую-то предложить индивидуальную программу обучения и создать вокруг него среду. То есть, вот сейчас мы в школе двигаемся в эту сторону. То есть, инклюзивное образование не с точки зрения детей с инвалидностью, либо какими-то там серьезными отклонениями, а принципиальный вопрос, любой ребенок, приходящий в нашу школу, мы его должны подобрать под него инструменты работы. Вот мы сейчас двигаемся в эту сторону и максимально стараемся, конечно, вот, ну, я это называю, некоторая вот социально ответственная школа перед обществом. И все же в школе существуют какие-то специальные инфраструктурные изменения, подстроенные под детьми, там, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Могут ли учиться в школе дети, у которых, например, нарушена речь или слух? Вот в школе пока в настоящее время для серьезных, серьезной инфраструктуры для детей с опорно-двигательными проблемами их пока нету, да? То есть, вот, но с точки зрения других потребностей все это предусмотрено. То есть, у нас даже есть, я еще раз повторюсь, у нас есть неплохая служба психологической поддержки, у нас вот со следующего года мы усиляем локопедической службой, вот, вот, у нас есть комната отдыха для детей, которая нуждается, вот, так скажем, в отдыхе во время обучения, либо на снятие каких-то стрессов, то есть... И дети пользуются? Конечно, конечно, конечно. Вот мы даже не, ну, в смысле, они, конечно, не приходят, говорят, можно я здесь полежу или посплю, а когда происходят какие-то вот инциденты, либо нарушения, то мы этих детей, как скажем, потихоньку отрываем от образовательного процесса в течение дня, оказываем поддержку... Ну, то есть, спрашиваем, что случилось с Дорогой? Ну, не только, там это не все так просто, бывает, ну, дети с разной степенью агрессии, либо наоборот, дети с глубокой депрессией, бывает. А вот смотрите, хорошо, мы с вами поговорили о ребенке, у которого агрессия, а что с ребенком, против которого была направлена агрессия, или детьми, потому что это же агрессия направлена сразу против нескольких, бывает, так, а бывает против одного, вот что с этими детьми? Ну, тоже это и психологическая, и поддержка непосредственно педагогов, плюс у нас есть служба безопасности, которая вот такие вот инциденты тоже, как скажем, в комплексе решает эти инциденты. В школе предусмотрена позиция, вот особенно в начальной школе предусмотрена, так называемая, позиция тьютера, ну, человека, который помогает классному руководителю решать какие-то вот социальные конфликты, сопровождать детей, ну, то есть специальная позиция человека, который вот регулирует вот такие вот... И здесь мы можем столкнуться еще с другой проблемой. Частная школа, класс маленький, сколько в классе детей? 16 человек. Двое взрослых? Да. Дети не научатся самостоятельно решать вот эти самые социальные конфликты. Собственно, ведь школа – это не только образовательный институт, это и социальный институт тоже, вот как эта проблема. Да, ну, все равно вот эти вот, я говорю о серьезных конфликтах, а вот такие небольшие конфликты, они, конечно, имеют место всегда и в любом обществе, по-моему. Здесь, конечно, другая сторона образовательного процесса, я бы даже сказал воспитательного, то есть все равно ведется воспитательная работа о том, что вот минимизировать вот эти вот конфликты, беспочвенные конфликты, я бы так сказал. Давайте вернемся к инклюзивному образованию в классическом его понимании. Какие существуют формы и какие используются в нашей стране? Про страну очень тяжело будет говорить, то есть у нас чаще всего это предусматривается инфраструктурные решения, то есть физический доступ к инфраструктуре. Которые, кстати, существуют, мне кажется, в основном на бумаге, потому что пандусы в некоторых школах такие, что там... Опасные, да. Вот, но это же внешняя как бы сторона, если еще в школу зайти, то там перемещение с этажа на этаж, проблемы, допустим, туалеты, да, уборные, доступ к приему пищи там и так далее. То есть вот даже в плане инфраструктурном у нас там гэп очень огромный от потребностей, которые существуют. С точки зрения вот других направлений, ну, я буду говорить про нашу школу, то все-таки мы стараемся двигаться вот в сторону подбора индивидуальной программы работы с детьми. То есть если ребенок... Понятно, что мы не можем требовать от всех детей там одинакового высокого уровня освоения того или иного предмета, мы стараемся подобрать и рекомендовать индивидуальную программу. Вот как бы мы в это направление сейчас движемся. И второй инструмент, это, конечно, вот то, о чем я много говорил, это вопрос наличия психологической службы и психологической поддержки детей, работы с детьми. Со всеми детьми? Со всеми детьми. Мы, вот сейчас утверждал программу работы психологической службы, то фактически мы с 1 по 11 класс в течение года 3-4 мероприятия проводим с каждой из параллелей. То есть это психоэмоциональный настрой, это тип мышления, это конфликты в школе, это буллинг там тот же самый, да, это профориентационная работа. То есть если вот так вот перемножить, получается около 33 мероприятий мы проводим по работе с детьми с точки зрения психологии. Профориентационные тоже? В том числе профориентационные, да, мероприятия. Тоже на основе психологических тестов? Тоже на основе психологических. У нас есть возможность, мы обладаем, ну в смысле как прошли обучение с точки зрения, есть такой тест, Майерсбрикс тест, он 16 психотипов определяет ребенка, и на основе этих 16 психотипов существуют некоторые рекомендации по выбору, по крайней мере по направлениям, которые наиболее подходят, исходя из психотипа ребенка. То есть вот мы девятый класс в этом году выпустили, и каждого ребенка мы выдали ему результат вот этого, так скажем, профориентационных рекомендаций. А с родителями часто приходится? По профориентации или? Вообще в целом, особенно в конкретных ситуациях, я понимаю, что родители – это полноцетный участник образовательного процесса, но, как знаете, вот как у Дениски Кораблева, помните, когда сказали, что славы Козловского ему не добиться, и мама сказала, мы это еще посмотрим. Это отдельное направление, с точки зрения, вот мы в школе разделили, стараемся делить следующим образом, то, что вообще взаимоотношения и особенно конфликтная ситуация – это ответственность администрации. И каждый случай, конечно, это всегда эмоциональный и сложный с точки зрения решения того или иного конфликта, особенно если это внутри происходит, внутри структуры, двое детей переругались или что-то произошло, то вот разобраться в этой ситуации всегда непросто. Что мы делаем? На самом деле, жизненная ситуация подвела нас к тому, что, конечно, это вот в общественных местах стоят камеры, то есть мы фиксируем практически, но это в общественных местах. Да, 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 и потом смотрите… Только по согласию обеих сторон родителей, то есть мы соблюдаем конфиденциальность данных, то есть если родители сами не возражают, это вот первое. Второе, повторюсь, у нас есть служба безопасности, человек в прошлом, из системы правоохранительной системы, то есть он знает, как тонко работать и с детьми, и с родителями в конфликтных ситуациях. В каких-то случаях подключаем психологическую службу, то есть это вот каждый клубок мы стараемся вот максимально-максимально вот разобрать по частичкам, но и самое главное, чтобы не допускать вот в будущем таких вот конфликтов. Да, то есть это не столько и не сколько об образовании, сколько работа с социальными, с коммуникациями. Это человеческие отношения, психология, общественные вещи, поведенческие вещи. То есть вот и я последние годы вот склонен к тому считать, что, ну вот мы с вами частично об этом говорили, о том, что в систему образования надо профессионально вводить такое понятие, как менеджеры образовательных учреждений, которые на вот всю систему смотрят комплексно, как такую системодеятельностную организацию. И вот все, что связано с общественными отношениями, это является обязательным элементом, которым должны владеть вот руководители, менеджеры образовательных учреждений. — Азамат, а как на ваш взгляд общество лояльно ли к идее инклюзивного образования? Ну даже если они не понимают сам термин, они же понимают, что все дети должны учиться вместе или не согласны с этой идеей? — Из моей, я буду говорить, из собственной практики. — Понятное дело. — Я думаю, что общество у нас достаточно так открыто и лояльно к инклюзивному образованию. То есть не было ни одного случая отклонения, вернее отказа от дать возможность инклюзивного образования. Был случай, когда поведение ребенка представляло угрозу, либо дискомфорт серьезный для других учащихся. То здесь, конечно, уже родители реагируют, они дают сигнал о том, что вот… Но здесь проблема, в смысле их восприятие идет не в целом к инклюзивному образованию, а к конкретным каким-то случаем, конкретным каким-то вот проявлением в отношении их детей. Вот. Но в целом в обществе, на мой взгляд, достаточно лояльное отношение. — Я напомню нашим подписчикам, что мы говорим об инклюзивном образовании, говорим мы с главой частной школы Эпсилом Азаматом Дикамбаевым. — Скажите, пожалуйста, Эпсилом Азамат, что все-таки в нашем обществе… Вот что нужно сделать, на ваш взгляд, чтобы инклюзивное образование стало реальностью не в одной отдельно взятой школе, а в системе? Возможно ли это при существующем материальном положении? — Я думаю, это вполне возможно. Я бы, как скажем, актуализировал эту тематику. То есть, но актуализация этой тематики не должна проходить не с точки зрения негатива, то есть, как того и проблема, а актуализация этой тематики с точки зрения дать большую возможность всем детям быть вовлеченными, и чтобы они получили то, что им нужно, исходя из индивидуальных особенностей. С точки зрения актуализации, где это нужно делать? Это, безусловно, надо в образовательных учреждениях, которые готовят, я имею в виду высших образовательных учреждениях, которые готовят педагогов. То есть, в программу нужно действительно включать вот этот вот неформальный курс инклюзивного, а практический курс удовлетворения особых потребностей детей. Потому что, если сейчас погружаться, а какие потребности бывают, это же зависит от каждого ребенка, от каждого случая индивидуально. Поэтому это очень точечная работа должна быть, и невозможно каким-то просто универсальным курсом рассказать, как настраивать. Это вот первый момент. То есть, в высших образовательных учреждениях, которые готовят педагогов, нужны специальные курсы, практические курсы по инклюзивным МОЭДам. Второе, это, безусловно, в наших образовательных стандартах и в учебно-методических комплексах должны быть предусмотрены компоненты инклюзивного подхода. Потому что, если взять стандартные сегодня, как скажем, учебно-методические комплексы, там они отсутствуют, вот эти вот точечные настройки под каждого ребенка в зависимости от его особенностей. Это вот второе. Третье, это, конечно, с точки зрения поддержки общественного мнения должна быть. То есть, все равно любая тематика становится, как, скажем, с ней работают, когда она имеет вот этот вот общественный резонанс. И четвертое, это, конечно, надо работать с менеджерами, ну, директорами школ и им тоже доносить о том, что это инклюзивное образование, это не обременение, это ответственность, с которой мы должны работать, как вот, как скажем, педагоги. Это не… особенно это вот я хочу про частное образование сказать, что частное образование – это не только бизнес. Это, безусловно, это вопрос ответственности перед обществом с точки зрения передачи, вот, ну, обучения в целом детей. Азамат, мы с вами встречаемся перед новым учебным годом, поэтому я задам вопрос не только по инклюзивному образованию. Вы руководитель частной школы, и мне очень часто приходится слышать, что частные школы от государственных отличаются, ну, только тем, что там ребенок целый день, его там кормят, а учат точно так же. Вот вы, как человек, который возглавлял две, ну, одну частную школу и одну, ну, частично такую межправительственному соглашению. Верите ли вы принципиальную разницу в подходе к образовательным стандартам, к обучению? Есть отличия, но есть, давайте я по-другому отвечу. Если бы и муниципальные, и государственные, ну, я говорю сейчас о муниципальных школах, имели бы возможность выполнять в полном объеме те стандарты, которые предписаны, и тот пакет обязательств, который предусмотрен, я думаю, что разница между государственными частными школами была бы не столь существенной. Дело в том, что чем мы отличаемся, допустим, я говорю опять-таки про нашу школу, то есть у нас, во-первых, наполняемость классов – это совершенно другая, потому что, ну, часто родители приводят детей, они говорят, в муниципальных школах он там 36-40-м ребенком в классе. В лучшем случае? В лучшем случае, да. И при таком подходе, конечно, об инклюзии говорить практически невозможно, потому что, допустим, из... Даже для самого талантливого ребенка. Для самого талантливого, совершенно верно. При, вот я сам преподаю в старших классах математику, я могу сказать, что для того, чтобы поработать с каждым из... ...близко к трём. Но есть разделы в математике, которые вот лучше него, это никто не понимает. И вот когда ты выявишь, вот, заметишь этого ребенка, ты ему подбрасываешь задания, которые... на которых он загорается. Это его тема, это его, вот, вот, ему там интересно. И вот... То есть сфера интереса в пределах одного предмета. Совершенно верно. Но дело в том, что, понимаете, это вопрос не тематика, это вопрос мышления ребенка. А какие, вот, интересно? Кому-то интересно, допустим, не алгоритмический подход, да, допустим, множество повторений заданий, он набил руку, и он умеет быстрее других решать. А кому-то нравится сидеть, ковыряться в задаче, найти красивое решение. Вот в рамках одного урока, если подобрать каждому ребенку вот такое задание, и он будет сидеть, вроде бы, программа одна, но у каждого свое задание, вот, как скажем, после урока дети выходят более такие вот, вот, удушевленные, вдохновленные. Вот, это вот первое отличие. То есть у нас в частных школах больше возможности индивидуального подхода с детьми, работы с детьми. Второе, но это, опять-таки, это вопрос вообще всей ситуации во системе образования. Я это называю преимущество полноты предметов, полноты часов и полноты преподавательского состава. Это что такое? То есть вот те школы, которые я возглавляю, я стараюсь в полном объеме дать те часы, которые предусмотрены образовательными стандартами, учебными планами. У меня преподаватель, математик ведет математику. Должно быть 6, минимум, по нашей программе 6 часов математики. Мы их даем. Должно быть все вот эти предметы. То есть мы даже даем технологию, но мы технологию интегрировали в вопрос учерчения. И мне сами педагоги приходят и говорят, Азаман Шмельевич, вы не поверите, насколько предмет учерчения дает эффект, допустим, для других дисциплин. То есть, смотрите, вроде бы несложное, простое решение, оно за счет полноты предметов и связи между ними, оно повышает качество образования. Это второе. Третье – это, конечно, все-таки индивидуальный подход с точки зрения организации пространства. Это, я имею в виду, образовательного процесса, я имею в виду питание, это вопрос психологической службы, безопасности. То есть в этом плане у нас, конечно, преимущества есть. Следующее преимущество – это обеспеченность всеми учебно-методическими материалами, комплексами детей. Потому что плюс у нас есть возможность использовать дополнительно рекомендуемые министерством образования учебно-методические комплексы. То есть у нас появляется некоторая вариативность. В школах при отсутствии, допустим, в муниципальных школах при отсутствии, допустим, одной линейки говорить о том, что еще два-три параллельного учебника – это достаточно сложно. Следующий момент – это связанный с организацией времени после основного цикла. То есть там есть возможность связать послеобеденные, так называемые, предметы с акцентом на дообеденные предметы. То есть дополнить программу, которую мы либо не доработали, либо которую считаем необходимой, донаращивать. То есть с этой точки зрения, я думаю, что у частных школ такие преимущества. Конечно, у муниципальных есть свои преимущества. Если говорить про свое отношение, то я всегда считаю, что особенно для мальчика очень важно пожить, апробировать ту среду, более агрессивную среду, где тянет 10 человек. Вы сейчас, как мой старший сын, говорите. Он тоже говорит, что младший сын не готов к жизни. Я говорю, давай он будет готовиться не сразу мордой об стол. Вот на этот аргумент я отвечаю так. Я не говорю о морде об стол. Я говорю о том, что все-таки эта среда, более плотная среда, и чаще она более агрессивная, она заставляет... Нюхнуть жизни. Нюхнуть жизни, да. В этом плане я считаю, что, конечно, это колоссальный опыт, и я своих детей прогнал через этот опыт, так скажем. Скажем мягко, опыт. Ну, так получилось, что я по жизни сам очень много прошел вот этих вот систем общественно сложных, где конкуренция высокая. То есть в спорте я дважды проходил эту систему, там заканчивал 61-ю школу. То есть там это вот среды более плотные и, в моем понимании, более агрессивные. И мы можем вообще сформулировать с вами, неважно, какую школу мы выбираем, все равно родители имеют возможность выбирать как среди муниципальных, так и среди частных. На что вот вы как специалист в этой сфере может специализовать родителям, на что нужно обращать внимание при выборе школы? С первого по четвертый класс, это я всегда откровенно говорю, нужно идти на педагога. Потому что в этом возрасте, в этот промежуток времени большинство вещей связано с вот с тем педагогом, который работает практически там иногда 8 часов, 10 часов с вашим ребенком. То есть вот первый, четвертый класс я рекомендую выбирать не школу, а выбирать педагогов, если честно. Даже когда ко мне в школу приходят, и я это тоже открыто говорю, что нужно понять, с кем будет ваш ребенок вот все это время. Подходит ли он конкретному ребенку? Вашему ребенку, допустим, приводят ребенка, говорит, Азамаш Милович, какой лучший класс определить? Я говорю, давайте поговорим о какой ваш ребенок, чтобы определить. Очень часто родители реагируют на преподавателя, который лучше якобы преподает. Я говорю, ну, вопрос преподавания это одно, вопрос эмоционального состояния, психологического состояния, воспитательные компоненты. То есть много вещей, когда мы должны учитывать, к какому преподавателю идти. То есть вот это вот что касается начальной школы. Что касается средней и старшей школы, я, конечно, рекомендую выбирать систему. То есть насколько полнота системы позволяет дать вот телу необходимые условия вашему ребенку. Вернусь к тому, что в моем понимании полнота это полнота преподавательского состава, полнота часов, полнота. То есть, как скажем, есть ли среда для ребенка, чтобы он получил то, что ему необходимо. Кому-то нужно, допустим, образование, кому-то нужно там воспитательник и нужный. Но это все равно должна среда быть создана, чтобы она полностью могла помочь раскрыться вашему ребенку. Понятно. А есть ли у вас в школе там или какое-то онлайн обучение, или онлайн не в приют пандемии, а онлайн, например, для ребенка из региона? В этой школе нет. Сейчас мы как раз таки на этапе интегрирования в нашу стандартную программу вот этих современных интерактивных способов работы. То есть, мы сейчас отбираем курсы и преподавателей, с которыми можно работать онлайн. То есть, не замечать, а дополнительный элемент к тому образованию, которое мы даем. То есть, в этом плане, да, пока так только работает. Да, потому что ведь есть дети, которые, например, серьезно увлекаются, например, спортом или какими-то искусствами, танцами и часто выезжают на... Я порекомендую, знаете, вот то, о чем вы сейчас спрашиваете, это было реализовано в школе «Газпром». Мы в период пандемии, то есть, мы вовремя среагировали, так скажем, и концептуально разработали вот эту систему уроков для таких вот детей. И за год, чуть больше года работы, мы отсняли все уроки, все уроки с первого по одиннадцатый класс на протяжении всего учебного года. То есть, вот можно найти на ресурсе онлайн, на ютюбе можно найти все эти уроки. То есть, по дням, прям по тематикам. То есть, если ребенок, как вы говорите, отсутствовал, он может просто взять этот материал и у вас есть. И потом сдать? Нет, сдать вопрос, сдать тяжелее. Здесь онлайн-платформы дополнительно должны быть. Кстати, вот для... С точки зрения инклюзивных вещей, вот на базе «Газпрома» мы тогда совместно с «Мегакомом» обеспечили доступ, я сейчас по цифрам не помню, обеспечили доступ детям, которые физически не могут покинуть дом по ряду причин. То есть, мы им обеспечили доступ к нашим ресурсам, они обучались, это раз. Во-вторых, закупили платформу, вернее, закупили доступ к платформе, где они проходили тестирование, то есть, мы отслеживали уровень освоения, качество освоения материала. Все понятно. Азамас, спасибо большое. Вам спасибо. Я напомню нашим читателям, что в настоящий момент обсуждается закон образования. Естественно, инклюзивное образование является частью этого образовательного процесса. Мы продолжаем в рамках дискуссии на «Кактус-Медиа» обсуждать все его этапы. Если у вас есть предложения, вопросы к Азамату, вопросы по образованию, вы можете оставлять их в комментариях. Спасибо вам большое. С нами был глава частной школы Эпсилам Азамат и Камбаев. Спасибо вам за соглашательную беседу. Спасибо вам.